В рамках своего всероссийского тура группа Слот дала концерт в Питере. В начале февраля в клубе Орландина состоялся Слот Фес 2.0. Огромное количество человек пришло поздравить группу Слот с ее шестилетиями. Мы сегодня пошли в школу. А если быть точнее, то отправились в большой тур под названием Тринити. Да, это второй концерт в нашем туре. Ну вот он будет продолжаться почти два месяца, просто концерты практически каждый день. Так что ждите Слот в своем городе. У нас будет где-то 5-6 городов по Украине, также где-то по Беларуси, еще Молдово, Кишинево, как же без него. За шесть лет группа Слот успела добиться признания во многих областях культуры. И даже такие монстры, как Корн, отметили их звучание. Пришел наш тогдашний директор и сказал, что мы разговаривали с Джонатан Дэйсом. И спросили, как. И он сказал, что Слот как-то прикольная смесь Иван Истин с Эдинкен Парк. И что ему понравилось. И у нас был первый вопрос, ты это заснял? Он говорит, нет. Ну вот, ну а как мы могли отреагировать? Хорошо. Не многие российские команды получают такие оценки. Тем не менее, одна из групп, выступавшая на Слот-фесте, удостоилась похвалы. Но уже не от Корн. От группы In Flames, приезжавшей в Питер накануне. Горизонт Эйд группа, набирающая обороты. Которая только задумывается, а стоит ли им петь на русском языке. И нужен ли им имидж. Как говорил Шарик Холмс, да, картина дела складывается из мелочей. И на самом деле, то, как выглядит группа, и то, как она запоминается после шоу, это складывается из кучи мелочей. И начиная от того, конечно же, в первую очередь, как они играют, а что они играют. Да, заканчивая, как они выглядят, то, как они подают свой материал. В то время, как некоторые парятся по имиджу, другие парятся в студиях за границей. Почему нужно записывать свой альбом в другой стране, мы узнали от группы Эпшел. Это другого уровня студии. Там в студию вложено 3 миллиона долларов. И это, в принципе, уже о чем-то говорит. Там сидит специалист, который нас понимает. Он знает, что нам надо, какой звук. А не какой-то софт-рокер. А, блин, Алиса, это вообще верх русского рока. И все, короче. Вот так надо играть, а будем музыканты. Тем не менее, по словам группы, второй альбом все же будет частично записан в Москве. Но большую часть смеси инди-хард-рока от Эпшел примет на себя Финляндию. Что думает о современных стилях музыки группы Эпшел, мы и сейчас узнаем. Сейчас очень много рок-групп загоняет себя в рамки. Настя говорит, рок-группа должна быть такой, рок-группа должна быть. Рок-группа ни хрена не должна быть никакой. Должен поп-звезда своему продюсеру, и все. А мы свободны, мы творим, как хотим. И Эпшел это не просто группа, это просто образ жизни нашей. Общий итог всем альтернативным тусовкам, в том числе и Слотфесту, подвел гитарист группы Горизонт Эйд, сказав, что всех нас объединяет желание сходить на концерт, попить пиво и попрыгать. Кто не прыгал, я не виноват. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok